Я предостерегаю тебя от того, что настанет день, когда ты захочешь вернуться в утробу своей матери, но не сможешь этого сделать. Так же сейчас, в этой мирской жизни, я хочу предостеречь тебя от того, что придет день, когда ты будешь бессилен перед тем, к кому был несправедлив. Тем, чью честь ты попрал, и тем, о ком сплетничал, тем, о ком говорил за спиной и порочил. Я предостерегаю тебя от того дня, когда ты будешь неподвижным мертвецом. Ты будешь не в силах сделать что-либо. Сказал великий Аллах. Горе каждому сплетнику и обидчику. Сказал великий Аллах. Горе! Уэйль! О, уважаемые братья, это долина, по которой течет гной из ран обитателей ада. Что касается того, что приходит о колдовстве в книге Аллаха и сунне нашего пророка, то Аллах сообщил нам о шайтанах, как сказано в аяте. Они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были шайтаны, и они обучали людей колдовству, а также тому, что было неспослано двум ангелам в Вавилоне, Гаруту и Маруту. Но они, то есть ангелы, никого не обучали, не сказав. Поистину мы являемся искушением, не становись же неверующим. В этом аяте Аллах, аззаваджаль, предостерег нас от изучения колдовства, сказал, что оно исходит от шайтанов, и его изучение или обучение ему большой куфр, выводящий человека из ислама. И мы просим у Аллаха благополучия. Это в том случае, если колдовство строится на заявлениях о знании сокровенного, на обращении к шайтанам и звездам посредством кого-либо, поклонение, которое может осуществляться только по отношению к Аллаху, аззаваджаль. И тот, кто таким образом старается приблизиться к шайтанам, становится кафиром. И тот, кто пытается снискать расположение планеты звезд, также является кафиром. Мы должны посмотреть на себя. С чем мы покинем этот мир? Каким будет мое качество у Аллаха? Призывающий, богобоязненный, у Али, приближенный раб Аллаха, многопастящийся, поминающий Аллаха, аскет, благочестивый, муджахид, оказывающий помощь призыву? Кто я? Или же я тот, прибегаем к защите Аллаха, тот, далекий от нас по воле Аллаха, тот, кто покидает этот мир, будучи прелюбодеем, порочным, нечестивцем, нововведенцем, неверующим, лицемером, вероломным, преступником. Тем, кто встретит Аллаха с этим качеством, прибегаем к защите Аллаха и просим Аллаха проявить к нам свою благосклонность и милость. И просим Его, чтобы Он дал нам покинуть этот мир с хорошим концом. Мои благородные братья, после того, как ты рассмотрел эти три периода, как нам сейчас следует начинать? Как мы с вами и договорились, это должна быть лекция, из которой мы выйдем, чтобы совершать деяния. Мы хотим совершать дела, хотим усердствовать, хотим действовать. И каждый раз, когда мы слабеем, будем напоминать друг другу и заново двигаться вперед. Толкователи Корана говорят, Аллах начал с упоминания призыва прежде веры. Аллах начал с упоминания призыва прежде веры. Вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого, а затем сказал и веруете в Аллаха. Что это значит? Они сказали, в этом доказательство того, что из дел, которые укрепляют иман и оберегают его, является твоя занятость призывом. Если ты оставишь призыв, твой иман понемногу начнет ослабевать. Потому что, когда человек призывает к Аллаху, он укрепляет иман в сердце. И иман увеличивается. Тогда он исправит для вас ваши дела. Говорите правое слово. А что такое правое слово? Это призыв к Аллаху. Это когда я улыбаюсь в лицо своей жене и говорю, не упускай дополнительную молитву перед утренней молитвой. Ты увидишь, как она принесет нам пользу в судный день. Когда я улыбаюсь в лицо своей дочери и говорю, оберегайте намаз и выполняйте его своевременно. Поистине это и есть правое дело, которое исправит для меня мои дела. Увеличивает мой иман и приближает меня к Аллаху, благословен он и превыше всего. Мои братья, никто не сможет привести надежду на Аллаха и веру в Него на должный уровень без познания Аллаха. Сказал Мустафа, мир и благословение ему и его семье, помни об Аллахе в благодетствии, и Он будет знать о тебе в беде. Познай Аллаха в его мощи, познай Аллаха в его величии, познай Аллаха в его быстром расчете, в его подчинении и надзоре. Познай Аллаха в широте его знаний, познай Аллаха в его близости и всеобъемлющем знании и силе, ведь он близкий. Разве он не в нем лицову? Разве он не назвал себя отзывчивым? Аллах благословен, Он и превыше всего сказал, «Ва изя саалека аибадий анни, фа инни кариба». Прислушайтесь своим сердцем к словам Господа, при святое имя Его. Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям, а то, что Он удерживает, никто не может не спасать после Него. Он могущественный и мудрый. Это касается тех врат милостей, которые мы ищем в нашей жизни и в которых мы нуждаемся. «И если бы не милость Аллаха, то не встретили бы мы ни утра, не застали бы мы вечера, не смогли бы пойти ни вперед, ни назад. По милости Аллаха мы получаем тот кусочек пищи, которую съедаем. По милости Аллаха открываются двери благ и благословения, которые мы ожидаем. По милости Аллаха от нас отгоняется зло, ненастье, решаются проблемы, отвергается несчастье. По милости Аллаха мы берем для себя эту сень милости и идем по своему пути с его милости и благодати. Нет сомнения в том, что потомство — это одна из милостей Аллаха, которую он дарует, кому пожелает. Также Аллах предопределил, что потомство бывает мужского и женского пола. Аллах сказал, он тот, кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает. Также Всевышний Аллах сказал, он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, а кого пожелает мужского. Или же он сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого пожелает, он делает бесплодным. Всевышний Аллах — тот, кто избирает для своих рабов то, что пожелает. Наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан к людям, когда в Джагилии люди радовались рождению мальчиков, а рождение девочек они ненавидели. Аллах описал это, сказав, «Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести». Слова Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Поистине, каждый из вас сначала формируется в чреве своей матери, в течение сорока дней. Затем он столько же пребывает там, в виде сгустка крови, и еще столько же в виде кусочка плоти. А затем Аллах направляет ангела, который получает веление, записать четыре вещи. Ему говорится, запиши его дела, его удел, его срок, а также то, счастливым он будет или злосчастным. И пропитание приходит вместе с человеком до его рождения. Предписано пропитание каждого человека во время нахождения в очреве своей матери, до его выхода в этот мир. И у того, кто боится нищеты, есть слабость в единобожии, есть слабость в имане, потому что он не уверовал твердой верой, потому что пропитание в руках Аллаха и пропитание уже предписано Всевышним Аллахом. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними». Он поднял свою голову, свои голоса и сказал, и Аиша, да будет доволен ее, Аллах говорит, что он, саллиллаху алейу ассалям, сказал, «Моя совета, souлилаху альу аAUСа». Испоминь извини, Было названо прекрасным словом в Священном Коране. Всевышний Аллах сказал, «Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. А также твердым словом, сказав, Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и в последней жизни, также крепкой рукоятью, которая никогда не сломается. Отправил посланников, несущих благую весть, и предостерегающих, и призывающих к единобожию, а также к поклонению одному Аллаху. Всевышний Аллах сказал, «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено, нет божества, кроме меня, поклоняйтесь же мне». И, как сказал Всевышний, ложь не подберется к нему, к Корану, ни спереди, ни сзади. Оно не спослано от мудрого до стахвального. Субтитры создавал DimaTorzok